Судья команды Юргинского района к прохождению этапа готовы. Каски и бронежилеты надеты, боеприпасы и оружие укомплектованы. Команды готовы к бою. В соревнованиях участвует 105 человек. Это школьники из Тюменской, Омской и Курганской областей, к линии САРТа. Ребята прямо сейчас выдвинулись на внедорожника. Бежим, 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 поехали. Первое задание – провести круговую разведку, пока сапёр разминирует поле. А это уже следующий этап. Пилот дрона должен обнаружить противника, а после посадить летательный аппарат в определённую точку. Прозвучала команда «Газы». За считанные минуты весь отряд надел противогазы и выдвинулся в путь. Преодолевает дымовую завесу. Мне кажется, отлично. Мы справились достаточно хорошо. Эмоции зашкаливают, адреналин точно так же. Это ощущение. Чувствуется, что мы это сделали наконец-то. Самое интересное, мне кажется, как раз-таки команда «Газы». Очень было интересно. И по воде потом бежать. Незабываемое ощущение. В соревнованиях участвовали 15 команд. В каждой 7 человек. На этом этапе проверяли знания тактической медицины. Один из бойцов получил ранение в левую ногу. И сейчас задача отряда – оказать ему необходимую медицинскую помощь. Вы сейчас поднимите, дружище, держите. Оценивается абсолютно всё. Передвижение по этапам, сваженная работа. Как также и личные, какие-то индивидуальные усвоения. Как медик отработал, как инженер отработал. А здесь школьникам необходимо продемонстрировать свою меткость и знания огневой подготовки. В доме, по легенде, вражеское подразделение. Задача – его обезвредить. На позиции – гранатомётчик. Я участвовал на первом этапе. Кидал, получается, кошку, чтобы обезвредить растяжку. Занимаюсь я три года. Испытания показались достаточно лёгкими. Были какие-то заминки, но мы справились. Генармейское движение сейчас насчитывает более 1 миллиона 600 тысяч человек. И ребята занимаются, осваивают азы ратного дела. Но им, естественно, необходимы какие-то соревнования для того, чтобы подтверждать свои навыки, для того, чтобы соревноваться друг с другом и показывать, чему они, собственно, научились. К соревнованиям ребята готовились на протяжении двух дней. Сегодня подвели итоги. Лучшими стала команда «Аванпост» из Тюмени. Дарина Халина, Андрей Харькин, Тюменская служба новостей.